всем привет мы приехали в колобинский парк погулять вечером здесь ни разу не была моя мама решили показать деревянный замок кстати фото здесь получаются обалденные не ну и 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Дизайнер у нас была Надежда! Мы очень довольны, потому что она воплотирует все наши мечты! Мы долго с нами, трудно было! И шторки получились то, что я хотела, для души! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Вот так! Добрый день! Карниза! Карниза! Карнизы были подобраны и установлены клиентами до нас! Поэтому сколь, поэтому скольжения полотен по карниза, поэтому скольжение полотен по карнизу мы гарантировать никак не можем! За нами осталась визуальная часть оформления помещения! Далее Антонина расскажет о выбранных тканях, а пока полотна развешиваются и тщательно отпариваются! Карниза! Субтитры сделал DimaTorzok Мы находимся сейчас в гостиной. Карниз здесь у нас потолочный. Его вешали не мы, он шел вместе, я так понимаю, с потолком. Ткань мы подобрали в эту комнату светлую, такую молочную, с ненавязчивым орнаментом, елочкой. И причем вот этот орнамент, он периодически пропадает, то есть с таким вот, с такой вышивкой неуловимой немного. Здесь все светлое, светлый потолок, светлая мебель в комнате и довольно-таки светлые обои, поэтому у нас все тоже в оформлении светлое. Очень интересная ткань, она немного под натуральное волокно, с такой вот ниточкой, переливающейся, жемчужной. Вот такие у нас интересные шторы. Они на просвет, наверное, 50-40% светозащиты, то есть довольно-таки прозрачные. Но вот сейчас, к сожалению, не видно, но на просвет они тоже выглядят очень интересно. Вот этот вот орнамент елочкой, очень красивый. Тюль у нас здесь вуаль, она плотная, матовая. Здесь первый этаж соседя в окнах. Мы хотели от них спрятаться и, в принципе, чтобы было уютно. Повесили такой вот плотный тюль вуаль матовый. И в дальнейшем мы поднимаемся на второй этаж, у нас будет оформление спальн блокаутом и тканями с такой фактурой под мрамор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В спальне второго этажа выбран бархат с коротким ворсом, матовый. За счет темной изнаночной нити он дает плотность 80%. При этом цвет ткани остается очень привлекательным. По боковым швам и нижнему краю бархат обработан по технологии бесшовный шов, чтобы исключить сквозную строчку. Такая обработка смотрится очень дорого. Тюль мягкий, классический вуаль чистого цвета. Особое внимание можно обратить на высоту полотен, благодаря точному и правильному замеру дизайнера и золотым ручкам нашего швейного цеха. Такая высота полотен совершенно идеальна. Смотрится очень дорого и видно, что сшито все идеально и под размер. Мы находимся сейчас на втором этаже. Здесь спальня. Эта спальня принадлежит молодой девушке. Здесь такие розово-пудровые обои в основном везде. И на этой стене на одной обои с рисунком. И мы решили цвет штор выбрать бирюзу, вот как здесь. Такая приглушенная бирюза. Здесь мы выбрали бархат. Бархат демаут. Вот у него вторая сторона, изнаночная, такая темная ниточка. Подшили мы боковую строчку потайным швом, чтобы не было на лице видно шва. Это очень красивый бархат. Мне очень нравится его качество. И вообще, это одно из моих любимых сочетаний для спальни. Бархат демаут, вот такой коротковорстный. Он очень мягкий. Он приятный и на ощупь, и на глаз. Он такой объемный, очень красивый. И вуаль, которая закрывает нас от улицы. И мы тоже улицу не особо видим, от чего комфортно в спальне находиться и спать. Тоже очень мягкая. Вообще, это очень мягкая комбинация. Их очень приятно трогать. Карниз у нас здесь потолочный в нише. Карниз устанавливали не мы. И сейчас мы двигаемся в другие комнаты. Комнаты предназначены для мамы и свекрови. Они абсолютно идентичны. Но там разные цвета обоев. Поэтому мы подобрали разные шторы. Одной фактуры, но разных цветов. Если у вас есть шторы, которые вы не знаете, как стирать. Или устали от стирки и утюжки большого количества тканей. Вы всегда можете обратиться к нам. У нас работает услуга химчистка под ключ. Мы сами снимем шторы, постираем. Проведем антибактериальную обработку. Отпарим, привезем и развесим. Вам ни о чем не нужно будет переживать. Мы все сделаем за вас. В описании к видео будет вся необходимая информация. Изделия изготавливаются в нашем швейном цеху с золотыми ручками наших мастериц. Шторы отшиваются на лучшем современном оборудовании, поэтому каждая строчка выглядит идеально. Для транспортировки все изделия упаковываются в плотный полиэтилен, чтобы минимизировать заломы и исключить повреждения. Мы находимся в одной из спален. Карнизы здесь были установлены так же, как и во всех комнатах уже. Здесь поклеены серо-голубые обои. И мы к ним выбрали вот такие портьеры. Такие глубоко-голубые, с переливом. Очень интересные. Они на свету мерцают и переливаются. И здесь еще вышивка такая серебристо-бежевая. Очень красивая. И создается вот такой вот интересный эффект материала. Глубокий. Глубокие складки. Также установлены крючки для подхватов. Подхваты на банду. Жесткие, чтобы не мялись. Тюль у нас так же, как и во всем доме, вуаль. Плотная, мягкая вуаль. В загородных домах это очень хороший выбор материала. Потому что соседи, здание малоэтажное и все друг друга видят. И хотелось бы закрыться от соседей. И вот такой тюль очень в этом помогает. В этой комнате, так же, как и в соседней, у нас три окошка. Все квартиры на подхватах. Подписывайтесь на наш канал. Вызывайте нас на объекты. Желательно, уже без установленных карнизов, чтобы мы правильно подобрали вам и карнизы, и модель штор. Переходите на наш сайт. Смотрите портфолио. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и Яндекс.Дзене. Там вы можете посмотреть наши работы, качество выполнения или заказать шторы для себя. Наши дизайнеры работают на выезд по Москве и Московской области. А если вы проживаете в других городах России, вы можете заказать у нас готовые комплекты штор. Ссылка будет в описании. Продолжение следует... Продолжение следует...